Творческие способности есть практически у каждого человека. Главное вовремя их выявить и развить. Может быть для многих, к примеру, умение петь, танцевать и правильно вести себя на сцене не станет будущей профессией, но в жизни все равно пригодится. Дом культуры рассвета – это как раз одна из основных площадок, где открываются новые звезды сцены. Всего здесь функционирует 23 коллектива разных направлений – вокальные, хоровые, хореографические и театральные. Практически половина из них детские. Среди вокальных коллективов – детский народный ансамбль «Лошкарей. Русский сувенир». В его составе больше 30 человек. Ребята учатся исполнять произведения разных национальных культур. Народная вокальная студия «БИС» обучает юных певцов исполнять музыкальные произведения разных жанров и направлений. Арина Барсукова – воспитанница этой студии. Она лауреат всероссийских и международных конкурсов. Я пою эстрадное пение и руссконародное. Мне очень нравится. И когда я пришла в эту студию, я открыла для себя новое занятие. Мне стало больше нравиться. Больше я начала заниматься пением. Мне очень нравится. Больше 15 лет танцевальное шоу в группе «Вега». Ее участники изучают современные танцы. Группа пользуется популярностью у жителей города, особенно у молодежи. Один из самых титулованных и самых старых коллективов народного творчества Дома культуры «Рассвет» – это народный башкирский фольклорный коллектив, а также народный ансамбль кураистов. Дети заниматься в «Рассвет» в основном ходят в дневное время, а старшее поколение – после работы. 32 года нашему коллективу. Я приходила 12 лет тому назад. Мне нравится ходить сюда на заслуженном отдыхе. Большинство у нас учителя в коллективе ходят. Коллектив хороший, все люди хорошие, мне нравится. Рок-группа «Идеи» популярная в городе среди молодежи. Ее участники сами пишут песни и сами их исполняют. Музыканты «Идеи» пришли заниматься в Дом культуры еще детьми и, став взрослыми, до сих пор продолжают этот творческий путь. Те, у кого есть театральные способности, может их развивать здесь же, в Доме культуры «Рассвет». Уже 10 лет тут функционирует успешно театр «Буратино», который делает постановки для детей. Ребятня на ура принимает все театрализованные представления. Так что при желании каждый может найти здесь занятие по душе. Самое главное для нас сохранить все эти коллективы и по возможности их даже увеличить. Поэтому мы не только приглашаем горожан участвовать в рамках, допустим, какого-то коллектива уже существующего, но и даже в рамках отдельных проектов. То есть любой человек талантливый может прийти и сам стать проектом. Кстати, один из новых проектов – это ребята, которые исполняют рэп. Они появились в «Рассвете» недавно, а раньше заниматься им было негде. Все коллективы, которые действуют на базе «Дома культуры «Рассвет», выступают на городских культурных мероприятиях. Стараются выезжать на конкурсы и фестивали разного уровня. И делают это успешно. Среди последних достижений коллективов – диплом рок-фестиваля «Сорока-2013», который получил рок-группа «Идея» под руководством Михаила Пешихонова. Прежде чем попасть на этот фестиваль, участники группы прошли серьезные отборочные туры, были приглашены на гала-концерт. Воспитанник народной вокальной студии «БИС» Иван Кочетов со своим руководителем Риммой Бабенко были на презентации нашей республики в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, где мальчик очень успешно выступил. 4 октября наш Ришат Вахипов ездил на гала-концерт в Уфум, который ежегодно, ко дню пожилых, в «Слава тебе люди» был фестиваль «Я люблю тебя жизнь». И он от нашего города прошел на гала-концерт в город Уфум. И ездил там тоже, занял второе место по вокалу. Среди массовых праздников, в которых принимает участие Дом культуры «Рассвет» традиционно, в этом году появились праздники двора. Они были посвящены юбилею города. Детишкам и родителям очень понравились. В нашем городе впервые в этом году были праздники двора. Силами нашего Дома культуры «Рассвет» и нашего художественного детства участвовали в этих праздниках двора. И провели праздник двора 25 праздников. И остались очень наши жители, дети, особенно довольны праздниками двора. Также было очень много заявок, но мы все дворы, конечно, не можем обеспечить. Но на следующий год обещаем, что во всех дворах будет праздник двора. Все абсолютные выступления – это опыт. А полученные в художественной самодеятельности знания и опыт обычно помогают стать в жизни более успешными людьми. Екатерина Соломатина, Ильной Аминов, Андрей Тарашкевич, Новости. Субтитры создавал DimaTorzok